В работе инженеров-конструкторов наступает момент, когда старое решение уже не работает. Не работают решения. Остается только экспериментировать. Экскрементировать. Казалось бы, танк не может быть и компактным, и хорошо защищенным. Ну, вообще-то может, учитывая, что Советский Союз сделал. Или может. Если совместить удачную компоновку и максимальные углы наклона брони, получится объект 452К. Экспериментальный проект на стыке ролей штурмового танка и тяжелого танка прорыва. С интересной внешностью и крутой стилем с заводским номером. О, как. Музыка злая, блядь. Обект выглядит так, будто проектировался для испытаний на скорость. О, как. Да, это один из самых низких и обтекаемых тяжелых танков 10 уровня. Песочного стиля нету. Уже 10 баллов из 10. А вот эту хуйню вообще с 907-го спиндели. Из-за этого в него трудно попасть. И еще сложнее отвести от него взгляд. Если бы у этого суперкара были двери, они открывались бы вверх. Блядь, ну стиль классный. Стиль классный. Только зонтик, зонтик. Зонтик такой смешной, блядь. Надо, чтобы он раскрывался и противника пугал. Ничего, такой 3D стиль красивый. Во вторую очередь выделяются углы наклона бронелистов. Они такие острые, что этой броней можно разрезать FV400... На 2 FV2002 с половиной. Скошенные формы помогают отражать снаряды рикошетами и доминировать на рельефе. Но только при правильном использовании. Слабое доминирование. Броня требует особого подхода. Ведь лоб корпуса легко... Счетчик поменяли, внешний вид. Интересно, по чьей рекомендации. Ладно, не суть важная. Тот, по чьей рекомендации, еще рекомендовал, наконец-то, красный цвет на зелененький или синенький изменить. Потому что это байтит людей на покупку. Но, видимо, в этот раз решили не слушать. Пробивается, если стоять прямо перед противником. Блядь, цвет зеленый. Охуенно, мне нравится. Но стоит спрятать нижнюю лобовую деталь, задрать верх корпуса на рельефе... И объект будет крепостью. Можно пробовать разводить врага на выставке... Блядь, он такой мелкий, пиздец. ...белый лбом под острым углом, как на Панцер-7 или АМХ М4. Или можно встать от бом... Молодцы. Сразу видно, чьи гайды смотрят. На самом деле, года вот два с половиной, как ВГ, начали подрезать это все. И, наконец-то, объяснять, как на нем правильно выезжать. М4, ПЗ-7, 72 на 1. Молодцы, учатся, блядь. Учатся. Всем офисом отсматривают. Блядь, лучше, чтобы они без меня делали, блядь. Тогда слабым местом будут скосы. Но они небольшие и с неплохой приведенной броней. А вот башня... Это монолит. Титан, что держит небо. Железобетон. Башня не пробивается... Куда, кроме маленького лючка, который можно спрятать, слегка задрав корпус вверх. Углы вертикальной наводки не всегда позволяют стрелять в таком положении. Например, на холме Вестфилда, скорее всего, придется подставлять весь корпус. Например, с этого респана Вестфилда надо вообще было бы в другое место ехать. Ну да ладно. Поэтому нужно тщательно выбирать позицию. Выбираем. И все же работа головой это основной способ вызывания на 450 в баках. К тому же играть на рельефе немного удобнее из-за расположения орудия в самом верху. В самом верху, нахуй. Но может, блядь, во лбу корпуса, а не вверху. Блядь, очевидно, что башня наверху стоит, блядь, че ебанули. Только небо и антенна, и пулемет. Опустившись на 7 градусов, орудие готово наносить урон. А точнее, 560 единиц с выстрела. А еще точнее, минус 25 от 560. При этом у танка неплохой урон в минуту. Нормальное пробитие. Нормальное, нормальное. Это хорошо, нормальное. В типах снарядов, приемлемое время сведения. Приемлемое, блядь, кислого, молодцы, блядь. Ки синонимы подбирают. Не, красавцы, пиздец, 10 из 10, молодцы. И хорошая стабилизация. В общем, тут все позволяет делать урон. Делать весело. А еще позволяет отказаться от стабилизатора в пользу турбонагнетателя. Вот это правильно, это все и сразу сборочка. Молодцы, сразу видно всем офисам отсматриваю. Но это уже пожелание. Но это пожелание, да. Объект 452К. А его апнули, нахуй, кстати. Его апнули. Его апнули, да. У него максималка была 35. Еще 40. И уделка у него меньше 13 вроде было. Вроде как. Самых подвижных штурмовых тяжелых танков. Он хорошо набирает скорость и бодро едет как вперед, так и назад. Турбированная версия ощущается еще приятнее. Однако это не обязательно. Ну, это очень слабый танчик, кстати, получается. Можете вложиться в огневую мощь и выживаемость. К примеру, модули скажут спасибо за улучшенную компоновку или комплекс улучшения выживаемого... А вот это намек, что мы горим ебало, видимо. ...объект 452К позволяет собирать его совершенно по-разному. Ведь он объединяет в себе динамику, броню для позиционной игры и солидный урон. Солидно. Это необычная машина контрастов, которая точно не оставит вас равнодушным. Ну, это, в общем-то, объект, как он, блядь, ёб твою мать, который на первом берет 780, только по-пизже, на самом деле, в некоторых моментах. И за которую стоит побороться в новом конструкторском бюро. Берем. Правила события те же, что раньше. Собирайте танк из разных ресурсов. Заранее определить, сколько и чего вы хотите потратить в специальном виджете на сайте. Виджет. Когда события... Миллион свободки заливаются. Очнется. Лучше поспешить. Ведь только первая половина счастливчиков получит машину с фирменным 3D-стилем. Удачи в погон... Подождите, что, блядь? А, 80 тысяч их всего. 40 со стилем, 40 без стиля. А я думал, 40 со стилем, 80 без стиля будет. Собирайте танк из разных ресурсов, заранее определив, сколько и чего вы хотите потратить в специальном виджете на сайте. Когда событие начнется, лучше поспешить. Ведь только первая половина счастливчиков получит машину с фирменным 3D-стилем. Удачи в погоне за лучшим номером. У, сука, какой. Завтра берем, нахуй, пацаны. Завтра берем в 20.00 по московскому, нахуй. А потом мы что с ним делаем правильно? В аукциончик. В аукциончик. Сынчик. В аукциончик. Сынчик. В аукциончик. В аукциончик. Субтитры создавал DimaTorzok